Подробности прямо сейчас. Является учреждением, ответственным за координацию деятельности в период этого государственного энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов. Во всей этой ситуации, конечно же, больше всего страшит, скажем так, слово «кризис». Но сейчас будем разбираться, что это означает на практике. Да, с нами сейчас на видеосвязи глава ассоциации торговцев «Горючий» Моэр Скорчевскис. Добрый вечер. Добрый вечер. После того, как стало известно, что в Латвии объявлен энергетический кризис в снабжении нефтепродуктами, и наши слушатели, и мы знаем, что жители нашей страны, в частности, знакомые наших коллег, задались вопросом, стоит ли бежать за канистрами и покупать топливо. Вот, пожалуйста, поясните, пожалуйста, нужно ли это делать, нужно ли чего-то бояться, что не хватит потом? Самый главный ответ – нет, за канистрами не надо никуда подаваться, надо просто жить обычной жизнью, потому что топлива на данный момент в Латвии хватает, цена тоже по сравнению, как она была в начале марта, ниже. Так что просто надо использовать то топливо, которое есть. Ответил на первый вопрос. Нет, никакой паники нет. А тогда объясните, для чего нужно было объявлять энергетический кризис поставков нефтепродуктов? Что он означает? Значит, тут уже второй ответ. Второй ответ. Тут мы можем прогнозировать реально только вперед на один день. То есть, если что-то случится, значит, Евросоюз примет решение не покупать ни капли нефти уже, или еще какие-то другие происшествия, чтобы было топливо в Латвии, нужно примерно две недели у нас есть на заправку, две недели в складах и две недели нужно, чтобы задействовать эти резервы. То это означает, это преднамеренное решение, чтобы если что-то, то с того дня мы могли бы использовать госрезервы. Просто если что-то случится. Ну, дай бог, не случится. На цены это как-то влияет? Нет, это не влияет на цены. Цены только один решающий фактор. Это цена на дизельное топливо, бензиновое топливо и рыночная цена биржевая на биокомпоненты. Это нол и биокомпоненты дизелю. Да, вы уже сказали, что объявление энергетического кризиса в правовом поле означает, что дается возможность при таких рисках все-таки использовать госрезервы, если мы говорим о как раз нефтепродуктах. Но скажите, пожалуйста, если мы все-таки смотрим на продавцов топлива, нефтепродуктов, у них тоже ведь есть долгосрочные планы, у них подписаны контракты, соглашения с поставщиками, есть танкеры, которые уже направляются в нашу сторону, чтобы снабжать нефтепродуктами. То есть здесь, в принципе, на сегодняшний момент каких-то разрывов цепочек по логистике пока что не наблюдается, несмотря на то, что, как вы уже сказали, момент риска – это, возможно, прекращение закупки нефти у России. Так, вы правильно поняли. Значит, у нас сейчас поставки идут с двух заводов в Литве и Можайкей, которые оперируют группу Орлен и с финского завода Пору, где работает Неста. Этого топлива и договоров полностью заключены до конца этого года. Да, их полностью хватает. Значит, при том, надо иметь в виду, что эти заводы уже заместили нефть из России с арабской нефтью или то, которое добивается на Северном море. Так что там проблем нет. Было в Латвии 16% дизельного топлива из Белоруссии и в России. 6% из Белоруссии, 12% из России. Это уже прекращено. И тоже наши заводы могут заместить то, что не хватает. При том, Белоруссию заместили уже в прошлом году, в августе, когда были санкции против выборов президента в Белоруссии. А это с России, начиная с 1-го примерно марта. Если военные действия начались там 24-го, то примерно такого. Так что, в принципе, у нас все замещение есть, договора работают. Пока никакого страха на это дело нет. Дело в том, что Европа все-таки нефть получает и дизельное топливо получает. И там может случиться так, что только если все прекратить, тогда появится какой-то дефицит. Но вот такие страны, которые уже ближе к России, как Польша, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, они уже от российской нефти отказались в прошлом месяце. Ну, вы, наверное, прекрасно знаете, как у нас устроено общество. То есть, если что-то случается, там, пандемия и так далее, у нас люди бегут первым делом скупать гречку, соли. И вот соли-то вот недавно тоже скупали, да, когда началась война. Если сейчас мы поэтому с вами сегодня и связались, дабы не было этой паники, дабы предотвратить панику среди населения, чтобы люди не бежали сейчас с канистрами на автозаправочные станции. Но если, предположим, сейчас жители нашей страны начнут массово скупать топливо, это может привести к каким-то последствиям? Да, это может привести к таким последствиям, что не хватит на заправку, как не успеем подвезти. Но, видите, в начале марта ажиотаж был не из-за того риска, что не будет, а из-за того каждый понимал, что когда цена поднимается за неделю за 30 евроцентов, каждый старался топливо приобрести сразу, чтобы, мы знаем, что завтра уже будет дороже. А это продолжалось до 8 марта, и потом цена начала стремительно понижаться. Так что я не думаю, что тут панику никакую не нужно создавать. Мы аперитивно скажем всем, если у нас топлива не будет хватать. То я хотел сказать. А скажите, пожалуйста, в связи со всей этой ситуацией, с российской нефтью и объявлением энергетического кризиса, возможно ли предположить, что на внутреннем топливном рынке Латвии возможен какой-то передел, какие-то игроки уйдут с него по определенным причинам? Или здесь никаких потрясений не намечается? Ну, пока не могу сказать, потому что, в принципе, игроков не так уж много. Так что, наверное, они своим позициям владеют. И, наверное, нет. Я хотел только добавить то, что это распоряжение государства говорит о том, что резервы будут возможно использовать не какими-то конкретными группами кризисными, но всему населению Латвии. То есть принцип такой, что на данный этап, если не хватает, то заправочная сеть закупает, и просто заправка продолжается. Продолжается та торговля, которая есть и частные лица, и юридические лица, и госструктуры. Все пока в таком плане. Так что пока никакой такой риска, но пока не могу сказать, что что-то надо готовиться. Да, и еще один вопрос, который не могу не задать, просто в связи с этой ситуацией, конечно же, можно предположить, что волнуются, наверное, и фермеры нашей страны, у которых тоже активные полевые работы, сельское хозяйство, важный сектор народной экономики и народного хозяйства Латвии. Здесь очень важно, чтобы и у них не было никаких перебоев с топливом. Несомненно, договоры заключены, нет никакой информации, чтобы какой-то договор не выполнялся. Все у нас есть, значит, у них топливо с пониженным акцизным налогом, так что пусть работают, или дай бог погоду быстрее завершить с весенней работы. Ну что ж, большое вам спасибо за интервью, господин Корчевскис. Я надеюсь, что мы вместе успокоили наших слушателей. Еще раз подчеркнем, что не нужно бежать сначала за канистрами, а потом на автозаправочные станции. Еще раз благодарим вас. О.Р. Скорчевский с главой ассоциации торговцев горючим был с нами на видеосвязи. Хорошего вечера вам. И полный бак и всем. Да, спасибо. Хорошее пожелание в конце, да. Ну, будем надеяться, что действительно сегодняшняя информация все-таки как-то успокоит наших радиослушателей в том числе. Все контракты заключены, соглашения все выполняются, и каких-то рисков в перебоях, если мы говорим о поставках нефтепродуктов, все-таки нет. Тем более, очень важно подчеркнуть то, что нам сегодня рассказал господин Корчевскис. Все наши поставщики нефтепродуктов уже сумели заместить нефть из России.